На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Инна Новикова и коротко о некоторых темах выпуска. Комиссии обследуют детские городки. О своих жалобах могут сообщать и сами жители. Как построить идеальный город? Этому учили сегодня юганскую молодежь приезжие эксперты. И все благодаря юганочке. Известному городскому ансамблю исполняется 25 лет. Починители демонтировать решения примут в ближайшее время. Сейчас в Нефтьюганске работает специальная комиссия по обследованию детских городков. Проверяют на площадках малые архитектурные формы, качели, горки, скамейки и песочницы. Конструкции, которые пришли в негодность, уберут или отремонтируют этим летом. Сотрудники ДЖКХ, надзорные органы и общественники. Комиссия по обследованию детских площадок приступила к работе на прошлой неделе. Специалисты обходят каждый городок с оценочными листами и фотоаппаратом. Фиксируют замечания. На площадке у 22-го дома, во втором микрорайоне, например, надо отремонтировать скамейки, установить ограждения, чтобы машины не парковались, и подлатать качели. Больше всего ломаются качели, так как имеются подвижные элементы. На это можно обратить внимание. Хотя есть случаи, когда ломаются элементы, которые ломаться не должны вообще. Толстый пластик пробивается не иначе, как специально. Все это будут приводить в порядок уже летом. Коммунальщики завезут песок, отремонтируют скамейки и карусели, проведут покрасочные работы. Всего в этом сезоне планируют обновить порядка 20 детских площадок. Что касается малых архитектурных форм, которые невозможно отремонтировать, то их демонтируют, причем во всех городках. На сегодняшний день комиссия проверила детские площадки в нескольких микрорайонах. Все поломки и недочеты зафиксировали. Но бывает и так, что уже после проверки какие-то формы приходят в негодность. В этом случае специалисты рекомендуют жителям подключаться, ведь от совместной работы будет зависеть результат. Если вы увидели, что на какой-то качеле откручиваются механизмы, то ждать не стоит. Лучше сразу звонить в ЕДДС во избежание несчастных случаев. А в ситуациях, где в песочнице не хватает наполнения или у скамейки отсутствует сиденье, можно просто оставить заявку в департамент ЖКХ. Как отметили специалисты, замечания жителей будут учтены при проведении текущего ремонта детских площадок уже этим летом. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Специалисты Югорского фонда капитального ремонта снова приезжают в «Нефтьюганск». Их встреча с населением состоится уже завтра в департаменте ЖКХ. Он располагается за бывшим автовокзалом. Они ответят на вопросы, связанные с начислением взносов, доставкой квитанции и получением выписок из лицевых счетов. С 9.30 до часу дня ждут жители с 1 по 6 микрорайоны, а с 2 до 5 часов собственников с 7 по 16. За последние 5 месяцев это уже четвертый визит представителей фонда в наш город. По словам специалистов, встречи стали носить более спокойный и конструктивный характер, чем это было в начале. Почему аптека, замеченная в торговле психоактивными веществами, продолжает работать? Это был один из вопросов, который обсудили на заседании антинаркотической комиссии. Также говорили о безрецептурном отпуске препаратов, поиске и изъятии тайников с наркотиками и заболеваемости ВИЧ. Репортаж нашего корреспондента. Нефтьюганск по-прежнему лидирует в округе по заболеваемости ВИЧ-инфекции. По официальной статистике, каждый 59-й имеет положительный статус. Среди способов передачи на первом месте половой путь, на втором – наркотический. Всего в прошлом году зарегистрировано 150 новых случаев. 107 из них – жители города, 41 граждане других территорий Российской Федерации, двое – иностранных граждан из Азербайджана, один – и Украины. В 2018 году зарегистрирован случай инфицирования возрастной категории 15-17 лет. Активно ведется работа в части поиска наркопреступников. За три месяца этого года изъято более 10 килограммов наркотиков. В отношении 12 лиц возбуждены уголовные дела. Также задержана группа лиц, которая сбывала запрещенные вещества путем закладок. В конце марта зарегистрирован один случай безрецептурного отпуска лекарств. Так называемый «мнимый» аптечный пункт в 12-м микрорайоне реализовывал психотропные препараты. Правоохранителями были проведены оперативные действия. Было изъято большое количество препаратов, которые мы сейчас определяемся направлять на промоктистическую экспертизу для того, чтобы в дальнейшем решить вопрос по возбуждению уголовного дела. Однако, несмотря на то, что уже установлен собственник помещения, киоск сбыта продолжает работать. И такое создается впечатление, знаете, ну как бы не в вашу пользу, о том, что какое-то бездействие или недостаточное действие. А в чем проблема? Почему нельзя было как-то более решительно с этим бороться злом? Как отметили полицейские, проблема заключается в том, что лица, которые арендуют данное помещение, являются собственниками, не находятся на территории города. Их местоположение не установлено. А значит, по словам правоохранителей, закрыть помещение невозможно. Юлия Наводкина, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». 20 апреля по всей Югре пройдет окружная акция «Чистый город» по закрашиванию рекламы наркотиков и предложения работы наркокурьерами. Инициатором стала общественная организация «Страна без наркотиков». В Нефтьюганске акция пройдет с 13 до 15.30. В час дня объявлен сбор напротив входа в Центр молодежных инициатив. Далее активисты поделятся на группы. Незаконную рекламу будут фиксировать на фотокамеру, после чего надписи закрасят аэрозольной краской. Организаторы приглашают поучаствовать всех неравнодушных. Приветствуются, если вы придете со своей краской. Каким должен быть идеальный город и что может сделать для этого каждый житель? В городе прошел форум «Нефтьюганск. Территория возможностей». Эксперты из Тюмени, Ульяновска и Ханты-Мансийска помогали активной молодежи искать идеи и учили, как воплощать их в жизнь. «Нефтьюганск. Территория возможностей». Форум традиционный. По сути, это ступень для местных проектов на региональный и федеральный уровень. «Здесь мы прокачиваем проекты, находим идеи, находим проектные идеи, так скажем, помогаем ребятам их реализовать в жизни, либо сформировать в проект. Ну и, соответственно, дальнейшее участие это в территориальных форумах окружных, во всероссийской форумной компании и так далее. То есть это как начальный такой этап». «Подумайте, когда вы последний раз бабушке звонили, или когда вы последний раз у нее были, или когда вы посуду мыли последний раз, дом убирали, книжку какую прочитали, или что-то такое. И посмотришь, и оказывается, проблем-то очень много. И забыли и то, забыли и это, историю забыли. И не знаете, кто из вас сейчас, наверное, прадед уже завоевал. Тоже не знаете, какова история вашей семьи, история близких, родственников. А ведь не зная этого, и жить-то как-то, наверное, сложно и трудно». 2019 год семьи. И данная тема стала ключевой на форуме. Эксперт из Ханты-Матсийска рассказывал о том, как построить семью современного формата для успешного развития не только обоих партнеров, но и окружающего пространства. «У нас автономные семьи, автономные индивидуалистические семьи. То есть каждая есть личность. И уважение по личности другого человека, уважение, принятие этой личности кажется в семье достаточно сложным существовать. Когда один человек – личность, второй – личность. Один хочет реализовывать свои какие-то идеи, второй хочет реализовывать. Как соединить это, как сделать такой брак, основанный на любви, партнерстве и воспитании детей, передать это дальше. Вот об этом буду говорить». В рамках форума прошла деловая игра «Культурный код». Команды предлагали самые смелые решения для создания картины идеального города в вопросе инфраструктуры, культуры или экологии. «И уже в конце игры мы переходим на ту стадию, когда мы начинаем думать о том, а что каждый из нас сможет сделать, как некий такой маленький вклад, чтобы мы стремились к этому идеальному городу. Потому что не все зависит от органов исполнительной власти, а очень многое зависит от нас. И некоторые вещи, изменения мы можем уже менять, и тогда создавать совершенно другую культуру. Собственно говоря, поэтому «Культурный код», потому что это больше про поведение людей, и каким образом мы можем сами менять свои города к лучшему». Евгения Меркулинка готовит проект, который позволит выполнять мечты особенных детей. Для нее участие в таком форуме – это и учеба, и энергия для реализации своей идеи. «И благодаря вот таким форумам, благодаря таким играм, общим сессиям, мы получаем прокачку. Я как молодежь получаю прокачку, чтобы двигаться дальше, перезаряжаюсь. И появляются в голове новые идеи, чтобы действительно двигаться вперед, писать новые проекты, подавать их на гранты, ехать на всероссийские конкурсы. Это действительно такой прям толчок». Как создать действенное сообщество активных родителей? Какие культурные акции помогут поменять жизнь горожан? На форуме обсудили не только идеи, но и провели мастер-классы по возможности их практической реализации в жизни. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Образцовому вокальному ансамблю «Юганочка» исполняется 25. Ребята, частые лауреаты и победители всероссийских и даже международных конкурсов. В день рождения ансамбля многие выпускники приехали в «Нефтьюганск», чтобы поздравить коллектив лично и выступить на юбилейном концерте. Ансамбль «Юганочка» был создан в декабре 1993 года. Спустя 8 лет ему было присвоено почетное звание «Образцовый». Воспитанники ансамбля, учащиеся и выпускники музыкальной школы имени Андреева, подготовили для праздничного концерта 16 номеров, в том числе и с двумя оркестрами. С оркестром очень интересно работать ребятам, потому что они находятся в таком тандеме с очень талантливыми, яркими людьми, как наш концертмейстер Игорь Владимирович, как те преподаватели, которые сидят в оркестре. Им очень интересно. Они многому учатся. В ансамбле сейчас выступают 25 человек. Репертуар очень разнообразный. Тысяча номеров. Поют о любви, стране, жизни. Исполняют джаз. За четверть века через школу Ирины Андреановой прошли 300 человек. Ирина Анатольевна, вам большое спасибо, что вы сохраняете этот коллектив, продолжаете радовать жителей всех. Поэтому вам долгих лет петь, жизни. Радуйте всех, сами радуйтесь. И большое спасибо. Это вам. Владимир Голосом, яркое сценическое мастерство, четкая хореография. Андрей Антонов в ансамбле всего три года. Но он уже обладатель Гран-при международного конкурса. Андрей – мальчик особенный. Природа наградила его отличным слухом и голосом. Но зрение отняла. Каждый год коллектив пополняется новыми талантами. А те, кто уже выпустился, продолжают свой творческий путь на концертных площадках и учебных заведениях страны. Очень приятно, что они, получив очень хорошую школу, они это не бросают. Они продолжают работать над собой, работать над своим творчеством. Они идут дальше в музыкальное училище, поступают в институты. Некоторые даже в аспирантуру поступили. Кристина Паршкина пришла в ансамбль в четыре года. Сейчас ей 18. Два года назад девушка стала лауреатом первой степени на престижном конкурсе «Золотой голос России», который проходил в Останкино. На юбилейном концерте «Юганочки» она выступила со своим талисманом – песней «Смайл». Юганочка сыграла важную роль в ее жизни. Сейчас Кристина учится в Москве в Институте современного искусства и параллельно занимается в музыкальной академии Игоря Матвиенко. Девушка призналась – сейчас эта школа заменяет ей родной ансамбль. У нас там актерское мастерство, вокал, сольфеджио. И раз в три месяца мы выступаем перед Игорем Игоревичем Матвиенко. И уже, если ты его заинтересовываешь, он начинает тебя продвигать, собственно, становится твоим продюсером. Да, мы сейчас с ним работаем над песнями, которые в дальнейшем будем записывать. Юганочка – многократный обладатель премии «Успех года» в номинации «Лучший самодеятельный коллектив». Ансамбль активно участвует в концертной жизни не только города и страны, но и за рубежом. И каждый раз артисты возвращаются с кипой дипломов не только за призовые места, но и гран-при. Мария Сераева, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». 18 апреля в Нефтьюганске пройдет благотворительная акция «Построим храм вместе» целью решения организационных вопросов по сбору средств на возведение храмовых объектов. В акции планируют принять участие глава Хантамансийской митрополии Павел, депутаты Городской думы и окружного парламента, предприниматели, представители православных национальных диаспор. Приглашаются все, кому не безразлична духовная жизнь города. Жители смогут увидеть презентационные материалы по четырем строящимся храмам на территории больничного городка в районе Су-62, в 11 и в 17 микрорайонах. Будут сформированы рабочие комиссии для определения этапов строительства церквей. Встреча пройдет в юности в 18.00. Более 500 школьников Нефтьюганска стали призерами и победителями муниципального и регионального этапа Всероссийской Олимпиады. Лучшие результаты по таким предметам, как информатика, основы православной культуры, искусство и экономика. Подробности у Виктории Тимофеевой. Более 7,5 тысяч учеников из 16 образовательных учреждений в этом учебном году приняли участие в муниципальных и региональных олимпиадах. Лучшие показатели по экологии, экономике, информатике и традиционно основам православной культуры. Семь призовых мест просто на региональном этапе обеспечили нам учащиеся и пятых, и одиннадцатых классов Нефтьюганской православной гимназии, средней школы номер 10. И это уже просто из года в год. Андрей Подчищайлов, одиннадцатиклассник первой школы шестого класса, принимает участие в олимпиадах. Признается, что они не только увлекательные, но и открывают многие двери победителям. Физика, математика, информатика, в принципе, открывают достаточно большие возможности, такие как возможности для поступления. То есть добавляются дополнительные баллы. Максимум всего 10 баллов, но все же это достаточно большой процент. Я планирую поступать на факультет прикладной математики и информатики. В принципе, в дальнейшем я планирую стать программистом. Поздравляли интеллектуальную элиту города депутаты Тюменско-областной и окружной дум. Вы большие молодцы. Знаете, что вот эти ваши знания, они нужны вам в первую очередь. Они нужны городу, они нужны округу, они нужны нашей стране. Поэтому вы не останавливайтесь и давайте вперед. Выполняя олимпиадные задания, вы сумели проявить целеустремленность, нестандартное мышление, высокий интеллект и добились заслуженного успеха. Сегодня, когда вы молоды и полно сил, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и уверенно идти к ним. Дипломы и подарки победителям и призерам также вручили представителей партии «Единая Россия» Дмитрий Баталахов и депутат Думы города Алексей Родионов. Всего награждено более 500 учеников города. С 4 по 5 мая в Жемчужне Югры пройдет муниципальный этап летнего фестиваля ГТО среди школьников. Приглашаются дети от 11 до 15 лет, имеющие личный кабинет на официальном сайте ГТО, а также медицинский допуск. В программе «Потягивание для мальчиков и отжимание для девочек» прыжок с места, плавание 50 метров, нормативы на пресс и гибкость. По результатам соревнований, 8 лучших учеников представят «Нефтьюганск» на региональном этапе в Ханты-Мансийске. Заявки принимаются до 26 апреля. Справки по телефону 313-525. На этом у меня все. Если у вас есть тема для репортажа и вы готовы рассказать о ней в нашем эфире, звоните по телефону 2377-47. До свидания.